Привет! Меня зовут Лара. Тебя представься, пожалуйста. Саша. Даша, очень приятно. Даша? Саша. Ну, я так и сказала, да? Саша. Александра. Саша. Всё, поняла, Александра. Извини, пожалуйста. Вот, Саш, значит, смотри, предлагаю сыграть с тобой в такую игру, но потом я, соответственно, буду тебя спрашивать, да? Мы сейчас с тобой будем друг другу делать комплименты. Вот. Мы сначала посмотрим друг на друга. Ты найдёшь, что можно, как мне преподнести комплимент. Ты можешь не только смотреть там на лицо, на одежду, но также на состояние человека, как тебе кажется, что он сейчас испытывает. В общем, всё, что возможно. Я, соответственно, даю тебе комплименты. Когда ты получаешь комплимент, у меня огромная просьба сосредоточиться на своих ощущениях внутри себя, что ты при этом чувствуешь. То есть дискомфорт, или тебе хорошо, или тебе хочется обратно дать лицо мне за мои комплименты. В общем, всё, что угодно. Теперь смотри, Саш, но мы не просто так даём друг другу комплименты, да? Мы немножко будем обмениваться с тобой энергетикой, чтобы стать ближе к друг другу. Как это делается? Вот сейчас попробую руками почувствовать маленький шар, энергетический внутри рук. Вот прям попробуй сейчас. Нет, только двумя руками, я одной показываю. Да. Только поменьше сделай, представь, что это теннисный. Да. Вот. Ты мне будешь кидать этот шарик энергетический, вот прямо ощути его ворсинки там внутри, можешь на нём сконцентрироваться, какой он замечательный. Кидай мне его сейчас. Прямо вот так, как мячик кидаешь. Как мячик. Ага. Оп. Я поймала. Отлично. Когда я ловлю, я, соответственно, делаю внимание на себя. Когда я кидаю тебе, вот давай я тебе кину. Оп. Вот. Ты, соответственно, переходит твоё внимание на себя. Это уже хорошо есть. Вот. Это зона внимания, скажем так, наша. Теперь смотри. Когда я кидаю, я говорю тебе какой-то комплимент, да? То, что я вижу на твоём лице или в твоём состоянии. Вот. Я тоже думаю, как мне приятно тебе делать комплименты, неприятно. То есть мы потом своими ощущениями обменяемся. Хорошо, Саша? Да. Так. Теперь смотри. Всё, тогда начнём. Да, давай теперь посмотрим друг на друга некоторое время, да? Спокойно рассмотрим. Я буду тебя не через камеру рассматривать, а так. В жизни. Пока я отверну камеру вот туда, пусть там. А мы друг друга посмотрим, понаблюдаем. Вот вам цветы, уважаемые зрители. Так, так, так. Ты готова? Да. И ещё, чтобы, господа, вы понимали, да, мы с Сашей знакомы совершенно недавно. Мы два раза, по-моему, встречались только на тренировке по тайскому боксу, поэтому кое-что всё равно об этом человеке знаю. Вот. И... Но мало. Поэтому эта тема интереснее. Так. Ну что? Саш, давай начну я, да? Так, я... Вот мой мячик энергетический. Так. Саш, мне очень нравится, как лежат твои волосы на плечах. Всё, отдавать? Да, да. Я отдаю. Мне очень нравится твоя серёжка. Ой, благодарю. Они разные у меня в разных ушах. Да. Сашечка, мне очень нравится твоя... Как ты смеёшься. Ты всегда такая по-детски как-то... И при чём ты это делаешь постоянно и всегда. Мне это очень нравится. Лови. Мне нравится твоя улыбка, потому что оде красивые зубки. Благодарю. Мне нравятся твои брови. Они у тебя домиком, они не накрашены, они не искусственные, они твои. Вот это мне очень нравится. Мне нравится вы, цвет волос. Благодарю. Мне очень нравится в тебе, знаешь, вот это вот твой позитив... Настрой позитивный такой, стремление учиться чего-то добиваться нового. Лови. Мне нравится... Они внешне, можно я говорю? Да, 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 можно, всё, что хочешь. Что человек, ты открытый и доброжелательный. Самое интересное, то же самое я хотела тебе сказать, что ты тот человек, который очень быстро идёт на контакт. И это прекрасно, здорово и замечательно. Лови. Хорошо, кидай мне. Мне очень нравится твоя кофта. Ещё мне очень нравится твоя большая сумка, с которой ты приходишь на тайский бук, и где есть всё-всё-всё. И перчатки, и корсет, и шлем, и... Винты, капы. Во! Просто человек приходит в полном обмундировании, и это прекрасно, мне это нравится. Лови. Ну, всё, давай тогда. Скажи, пожалуйста, Саш, тебе легко было получать комплименты, или всё-таки было сложновато немножко? Легко. Легко. Почему, как ты думаешь? Мы на одной волне. Так, ещё. Ну, знаю, это было как-то несложно. Я могу сделать предположение, что ты открытый человек, что ты вот как раз очень легко идёшь на контакт, поэтому, скорее всего, тебе было легко принимать комплименты. Хорошо, тогда следующий вопрос. А от мужчин тебе легко принимать комплименты? Не всегда, смотря от каких. Всё-таки здесь идёт зажим, правильно я понимаю? Может быть. Так, ощущение вот этой игры, она нужна людям, когда, допустим, вот ты с мужем будешь? Ты бы провела такую игру с мужем? Да, провела. Да? Ну, всё, ты мне отчитаешься, значит, на следующей тренировке. Так, теперь хотелось бы, чтобы ты меня тоже спросила. От чего? Ну, что я чувствую, когда принимаю комплименты? Тебе было легко от меня принимать комплименты? От тебя, да. Единственное, что мне было немножечко обидно, потому что ты как-то быстро игру закончила. Я как-то хотела её немножко продолжить. У меня закончились аргументы. Вот, но смотри, я, по крайней мере, это открыто сказала тебе. Ты при этом чувствовала неловкость? Ну, вообще нет, ну, может быть, капелька прям вообще, чуть-чуть. То есть стало немножко всё равно неприятно, правильно? Ну, что я не могла ничего больше добавить. Хорошо, но скажи, пожалуйста, вот тебе было бы намного приятнее, если бы я это не сказала и затаила бы это? Или когда я сказала тебе это в открытую, мы это можем обсудить? Что лучше бы ты не продолжила. Мы бы тогда уравняли. А, нет, я имею в виду, вот я тебе сейчас в открытую сказала, что мне немножко было неприятно на том, что ты остановилась. И я это озвучила вслух. Скажи, пожалуйста, мне надо было это озвучивать вслух или всё-таки оставить при себе? Озвучивать вслух. Озвучивать вслух. Да, почему? Потому что, ну, на мой взгляд, лучше обсудить вот это вот, но это моё мнение субъективное, чем не обсуждать. Лучше, конечно, обсудить. Слушай, вот сейчас ты сказала очень искренне и очень здорово, мне так приятно стало. Вот честное слово, давай я тебе мячик пошлю, лови, благодарю. Так, спроси меня ещё, так, ощущения мои. Так, а легко ли мне делать комплименты? Тебе легко было делать комплименты? Мне было легко делать комплименты, потому что я знала, что я хочу тебе сказать. Благодарю тебя огромнейше. Теперь спроси меня, мне легко было делать комплименты? Тебе было легко делать комплименты? Очень. Почему? Потому что ты очень открытый и приятный человек, с тобой приятно общаться. Мне это очень, очень нравится. И тем более, я сегодня, ребят, просто вслух сказала, что я хочу сходить отдохнуть, просто попить кофе. Да? И Саша меня так поддержала и сразу сказала, я с тобой пойду. Хотя мы знакомы всего на второй тренировке. Скажи, пожалуйста, лучше быть человеку всё-таки закрытым или человеку всё-таки быть открытым, учиться быть открытым? Потому что многие же такие зажатые люди. Ну, они же зажатые не из-за того, что они прям такие какие-то плохие, либо они скрытные. Они просто, во-первых, да, семейное что-то связано с семьёй, что-то связано с детством, что-то связано с личными какими-то качествами. Потому что не все люди хотят, чтобы к ним лезли в душу. Хорошо, тогда у меня вопрос. Вот ты сказала про детство. Так я понимаю, ты вот, ребят, обратите внимание, Саша, она полностью расслабленная. Хотя сейчас работает камера, я задаю ей разные каверзные вопросы, но у Саши полностью расслабленная. Это говорит о том, что человек действительно свободный. Скажи, Саш, тогда у тебя что, в детстве ничего такого сложного не было, что ли? Нет. А, то есть тебя любил папа, мама? Сёстры. Бабушка, дедушка, все любили. Ага. Это я к тому, что, ребят, вот Саша выдвинул предположение, что там зажатый человек может... Не, ну люди просто, они закрываются только потому, что иногда они не хотят, чтобы их как-то обсуждали, их как-то по-другому воспринимали, либо наоборот, открываться чужому человеку, хотя мы просто на какие-то нейтральные темы взялись, ну, не знаю, у каждого своё, ну, чтобы зависти не было, чтобы не было каких-то обидов. Ага, просто собрал вещи и пошёл. Ага. А так как мы шли в одну сторону? А у меня такое предположение, что всё-таки взрослые люди начинают закрываться, потому что они идут на работу, где самообщество против того, что этот человек открывался. У меня почему... вот такое предположение у меня ещё есть, Саша. Ну да, правильно ты сказала, у каждого своё мнение, каждый субъективный. Это к чему, ребятки, всё? Дело в том, что у меня есть курс по раскрепощению, 10 уроков, полтора месяца мы занимаемся, и вот то, что я вам сейчас показала, это у нас одно из упражнений, которые мы проходим на моём тренинге. Но это тоже зависит от того, от самого человека. Кому-то это подойдёт упражнение, кому-то нет. Так что как-то так, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, расскажите об этом видео друзьям и о Саше тоже.